Здравствуйте, меня зовут Фёдор Геннессицын, и у нас сегодня еженедельный гром. Тема будет не слишком злободневной, но очень конспирологической, очень распространённой среди людей, и в наше время она прокидывается, ну, тоже не очень злободневной, но очень напряжённой повесточкой об изменении, глобальных изменениях климата. Вот, поэтому, казалось бы, безобидная история о существовании процивилизаций, которые все ищут и не могут найти, о существовании допотопных, так называемых, цивилизаций Слизаморского региона, о существовании цивилизаций до Ледникового периода последнего, о существовании цивилизаций, грубо говоря, до Древнего Египта, до Древнего Шумера, до цивилизации подородного пояса. Что можно по этому поводу сказать? Конечно, прошлые потёмки, а прошлые европейских цивилизаций потёмки вдвойне. Мощный ледниковый щит, который покрывал значительную часть современной Европы, особенно её северную часть, Москву вспомним, альпийские возвышенности, Францию, Нидерланды и так далее. Вот этот мощный ледниковый щит, Германию, Польшу, всю западную, северную часть Западной Европы, молчу про Скандинавию, Великобританию, которая тогда ещё не была островом, а полуостровом. Вот этот мощный ледниковый щит при своём таянии, при движении этих ледников уничтожил, можно сказать, всё, что мог дотянуться. Сохранились только отдельные стоянки каким-то чудом, попавшие под песчаные наносы на берегах рек, их сейчас раскапывают археологи. Сохранились всякие пещерные объекты в Высокогорье, опять-таки, ну или в Среднем Высокогорье, опять-таки потому, что они не были затёрнуты движением ледникового щита. Но если мы будем говорить про вот эту гиперборею, о которой писали античные авторы, про территорию, которая была покрыта льдом, города, постройки, мы не можем с точки зрения всех разумных научных критериев, так вот не беря логику исторического развития, сказать, были ли города до ледникового периода в Европе или не было городов до ледникового периода в Западной Европе. Потому что все следы таких городов вполне возможно уничтожаются и потенциально ледником до совершенного, так сказать, невозможного состояния с обрушением в океан. Аналогично до потопной цивилизации. Мы не можем сказать, при затоплениях многочисленных, когда Средиземное море то становилось закрытым водоёмом и испаялось, обнажалось дно, это началось даже не 10 тысяч лет, это событие 20 тысячелетней, 80 тысячелетней, 55 тысячелетней давности. Нескольких миллионов лет, когда Средиземное море становилось замкнутым водоёмом, испаялось, потому что приток воды с рек был меньше, чем испаяние из зеркала, разбиралось на нескольких отдельных водоёмов, отлегались титанические залежи соли, морской соли, которая сейчас в ископаемом виде находится то тут, то там на дне Северного моря, когда испаялось и исчезало. Азовское море, которое ещё в античные периоды называлось по понятным причинам Меотийским болотом, когда то соединялось с океаном, то опять рассоединялось Каспийское море, сейчас это замкнутое озеро солёное, когда Чёрное море, соответственно, прорыв через Дарданельские норовы с узости Дарданелл наполнилось водой, котловина, Доггерланд, это Северное море, это уже открытая Атлантика, сейчас это мелководная Доггербанк, это центральная часть Северного моря, где-то глубина 40-50 метров, когда-то это была суша, там паслись животные, ледниковые фауны, шерстистые носороги, кости которых даже нашли, росли леса, точно жили первобытные люди, и вот все это, Доггерланд, вся вот эта огромная территория размером с пару бельгий была морем поглощена, ну, как говорится, не изъяющая пучина в единый момент, но за какое-то время, когда современная Италия, период, так сказать, Гаргана, архипелага Гаргана, островов Гаргана, Монтагаргана, это гора на, соответственно, гренище испанского сапога ближе к Греции, то есть выходящее в Терренское море, и в Адриатику, это все могло происходить на памяти человека. Долгожданное продолжение книги Александра Артамонова «Бесправо на возвращение. Дорога домой. Приобретайте во всех магазинах страны». На памяти уже современного человека, возможно, на памяти неандертальцев, ну вот абсолютно точно, на памяти Гиддельбергов и прочих этих древних людей, ну, если бы у нас какая-то с ними была коммуникация, то да, конечно, вот абсолютно безусловно и так далее. И все вот эти затопления и так далее рождали и легенды о Золотом веке, рождали бескрайние просторы, где прекрасная добыча, так сказать, земля родит сама по себе и так далее, и вдруг это все исчезло, рождали легенды об Атлантиде. Атлантид было много, и, в общем, главное их отличие, что они все не в Атлантике, но потенциальных Атлантид как минимум десяток. На то острову Тира, соответственно, рядом с Каитом до, соответственно, затопленных участков у побережья Крыма, гора Кородах, которая была гигантским вулканом, раскололась в результате какого-то землетрясения, и обрушение части территории современного Крыма вниз. Крымский полуостров был гораздо крупнее, чем сейчас. Он погиб в результате, его половина как минимум утонула в результате вулканизма. Вот, вся вот эта Догерландия, сухопутный коридор в Великобританию и Ирландию, которые были полуостровами, они не островами, Фрисландия, современные Нидерланды, где волны то затапливали целые гигантские территории, образуя, так сказать, вот все эти зюйдерзеи и прочие, даже известные из исторических хроник гигантские затопления, или, наоборот, отступали, образуя заболоченные вот эти фрисские низменности, куда приходил человек, где была жизнь. Вот, молчу про, опять-таки, затопление и утонувшие города, часть которых найдена, они, конечно, уже все-таки более-менее исторического периода, но никто не может гарантировать, что не было чего-то в Средиземном море, когда прорывался Еблатар. Вот, нельзя сказать, так вот, с точки зрения абсолютной логики, не принимая в условия ни закономерности исторического развития, не данной археологии, а исходя из соображений изменений климата на Земле, что не могло быть таких цивилизаций. Могли быть, наверное, вот тут я даже не буду спорить с конспирологами, теоретически могли быть. Их существование не доказано прямо, косвенные аргументы довольно слабы, но и прямых возражений, запрета на эти существования нет и быть пока не может. Единственным, наверное, прямым возражением является, что цивилизации уровня охотники и собиратели обычно не создают городов, городских центров, архитектурных поселений и так далее, а земледелие человечество освоило сравнительно недавно, там 10-11 тысячелетия до нашей эры, это самый-самый ранний момент теоретически, а возможно, все-таки 9-8 освоило на территории плодородного полуострова, и только там и могли зародиться первые цивилизации. Но тут можно всегда сказать, что мог существовать какой-то земледельческий анклав продвинутых племен где-нибудь на побережье Бескайского залива, просто пучина поглотила его в единый момент, как-то Атлантиду, вот, и там могли быть уже и сооружения уровня древнеегипетских пирамид, тем более там могли быть уже племена, которые строили какие-то храмы и так далее, более того, мы эти храмы, датируемые хотя и более поздним периодом, на отдельных средиземноморских островах можем найти, например, мальтийские подземные храмы, реально существующие, довольно загадочные, вызывающие много разных версий, потому что они никак не вписываются в контекст античной культуры нам известной, то есть они не похожи ни на что-то египетское, ни на что-то раическое, ни на что-то шумерское, ни на что-то вавионское, ни на что-то семитское, не похожи ни на что-то этрусское и латинское, не похожи от слова совсем, возможно, была какая-то цивилизация, возможно, какой-то синтез цивилизации, возможно, это какая-то процивилизация, давайте дальше исследовать, может быть, поймем, а может быть, и не поймем, потому что на Мальке потом живо очень много культур, очень много народов, острова такие, в общем-то, на Средиземном и на Бойком месте, вот, одного правого первого российского императора Верховного Мазиристра, Мальтийского ордена, можно вспомнить, вот же, как говорится, да, они довольно поздние, там им 3-4 тысячи лет, но опять нет никаких ни доказательств, ни уверенности, что на каком-то участке затонувшей суши, допустим, между Мальтой или островом Горца, и там вот все вот эти районы, где то поднималось, то опускалось за счет вулканической деятельности суша, не найдут чего-то подобного, которого возраст будет 20 тысяч лет или 12 тысяч лет. Более того, существует очень много косвенных данных, существует даже группа, так как, как сказали бы, сторонников нетрадиционной хронологии, не российского ее извода академик Фоменко, базирующийся на Нордовольце Морозове, что современная история человечества сокращена как минимум на тысячу лет, мы об этом уже говорили, да нет, вроде не сокращена, а наоборот, реальная история, в отличие от современного ее представления, наоборот, более древняя, и история человечества как минимум на 12-20 тысяч лет древнее цивилизованного человечества, чем современное ее историческое представление. Тут вылезает Атлантида, которая была за 9 тысяч лет до салона, соответственно, по мнению египетских жрецов из старшей египетской цивилизации. Тут вылезают и даже про доатлантические цивилизационные моменты. Культура ФС Актасили в Африке, о которой еще в 60-е годы в Советском Союзе писал известный военный инженер, нам больше известно как писатель-фантаст Казанцев, и всячески пропагандировал эту историю, которым не меньше 7 тысяч лет, и это только известно. А там изображены люди в скафандрах, то ли космических, то ли водовазных, еще более странное изображение. То, что мы сейчас знаем, что именно пришельцы из становящейся пустыней, а до этого лесостепью, причем так хорошо лесостепь, с озерами, ручьями и так далее, Сахары. Именно вот это западно-сахарские пришельцы стали началом египетской цивилизации, которая как-то очень быстро развелась к мегалитическим сооружениям почти с нуля, сложным регуляционным формам. То есть, египет даже додинастически, это уже абсолютная цивилизация, вот, это даже не звоящий племен, это вполне себе мини-царство с понятием экономики, правда, еще без понятия денег, потому что торговли внутри нефти особо нет, но уже с крупными сооружениями, а уж пирамиды строили, ну, совсем продвинутые египтяне. В Соединенные Штаты, наверное, самым видным представителем является Рэм Хэнкок, вот, его «Страна богов» и так далее, его работы довольно известны, в 90-е годы активно переводились на русский язык, он приезжал в Россию, с ним можно было встретиться и поговорить, человек крайне интересной судьбы, большой такой эрудированности и так далее. Ему повезло, он работал в 60-70-е годы в нефтяной промышленности, искал нефть в Африке, искал ее нефть на Ближнем Востоке, ну, на Ближнем Востоке вообще было годатное задание занятий играть нефть. Ему повезло финансово, с женой они заработали там 50-60 миллионов долларов, в конце 70-х годов 50-60 миллионов долларов это было, ну, неприлично, а очень-очень-очень прилично, поэтому они ушли из бизнеса, ушли из всей этой нефтеразведки, стали жить на проценты с этих денег и стали за свой счет устраивать интересные экспедиции, поиски артефактов прошлых цивилизаций, до цивилизационного развития, как в Центральной Америке со всеми этими альмеками, тальтеками и якобы их предшественниками, так в Египет, на Ближний Восток, и, в общем, Хангкок был такой энтузиаст, который не просил денег и чужого финансирования, не выпрашивал, а скорее наоборот за свой счет, как некий такой Диана Джонсона, на который он немножечко даже похож был, хотя, наверное, еще больше похожа была его супруга, вот, женщина, так сказать, это хорошей физической подготовки и рискового поведения, такого экстремально туристского, вот, в хорошем смысле слова, они все это изучали, поэтому он был очень светский человек, ему удавалось общаться и дружить с лидерами тогдашних государств, он дружил с Анваром Садатом, дружил, просто вот по-дружески, не какие-то там деловые партнерства, Анвар Садат, президент Египта, он имел большие знакомства в израильских кругах, он имел большие знакомства в Эфиопии, периода как до переворота, эволюции, устроенной Мингисту Халли Майямом, так и, несмотря на то, что, значит, был знакомый с императором, Халли Селаси, убитым и закопанным в Сартее во время, буквально похороненным в Сартее рядом с унитазом во время переворота и революции в Эфиопии, но и с наследовавшим, так сказать, с новой революционной власти, с Мингисту Халли Майямом, находился в хороших отношениях, он не разделял там на коммунистический блок, капиталистический блок, как-то ухитрялся договариваться, это здорово ему помогало в экспедициях, и с южно-латинноамериканскими политиками, а также латиноамериканскими картелями, судя по всему, мафиозными, у него были отношения хорошие, его не трогали, он мог ездить, заниматься исследованиями. Многие современные археологи таким возможностям могут только позавидоваться Скрежетом Зубовным. Ну, это, я повторяю, надо было иметь хороший характер и, так сказать, уметь общаться с людьми. Да, в наше время такое, наверное, уже трудно повторить. И вот в ходе этих исследований Хэнкок показал, что если на карту нанести положение египетских пирамид, то они будут совпадать с положением звёзд созвездия Ориона. Причём не абы какого, а на определённый момент времени. Мы знаем, что за счёт хитрых движений Земля-волчок, она вращается вокруг своей оси, и существует прецессия. Она не вращается вокруг своей оси, а земная ось имеет некий конус своего движения, колебаний, и именуемый великим циклом прецессии. 22 800 лет примерно от одной точки до другой. Поэтому в разное время за счёт прецессии земная ось полюса указывает на ту или иную звезду. Вот сейчас мы близки к полярной, а когда-то указывались на полярной звездой, были совсем другие звёзды. И вот этот цикл вполне замкнули. Более того, Земля в своём вращении вокруг Солнца по орбите тоже испытывает некоторые колебания. Там цикл примерно 5 градусов за примерно 60 с чем-то тысяч лет. Совпадение этих прецессионных и плоскостных колебаний, вот, мутацию мы пока не рассматриваем. Там ещё много других вариантов, пришедших из баллистики, которые точно так же важны и для пули, выпущенной из пистолета, и для планеты, вращающейся в Солнечной системе, отчасти обуславливают длительные циклы изменения климата. Хотя, конечно, кардинальные климатические катастрофы вызываются совсем другими причинами, то вот долго периодически с циклом 12, 20, 55 и 80 тысяч лет они обуславливаются движениями земной оси по прецессии, что не совсем грамотно. Некоторые современные конспирологи и сторонники нетрадиционной хронологии начинают называть изменением полюсов и направления вращения земной оси. Направление вращения земной оси, конечно, меняется. Это и есть та самая прецессия катастрофических изменений. Земля все-таки волчок чудовищной инерции. Катастрофических изменений, что Земля была на боку, как Сатурн какой-нибудь, или вдруг стала абсолютно вертикально, без наклона. Таких изменений давно на пределах жизни человека не было и быть не могло, потому что эти изменения вызываются соудоениями Земли с гигантскими космическими объектами. А последнее такое соудоение было во время, когда появилась Луна, около 4 миллиардов лет тому назад. Луна, конечно, от нас с тех пор медленно удаляется, меняются какие-то параметры и так далее, но других вариантов не было. Тормозится вращение Земли, когда сутки были всего на начале Земли, как планеты, 8-9 часов, сейчас сутки 24 часа, рано или поздно в сутках будет 25 часов, но мы до этого в ближайшее время точно не доживем. Это вопрос миллионов, десятков миллионов лет. Такое удлинение суток. Вот же, говорит, перемена полюсов. Путая перемену магнитных полюсов, которые случаются за счет движения жидкой мантии регулярно, перемены полюсов, что раньше Северный полюс был, типа, где-нибудь в районе Канады. Да нет, не было никогда. Движение материков, так что что-то, входящее сейчас в состав Канады, когда-то эта плита во времена Пермского периода, допустим, была в районе полюса, я сейчас плохо помню, сходу не вспомню, но можно всегда найти. А что-то было, ну, Антарктида была близка к экватору, это мы знаем. Порядка 300-500 миллионов лет тому назад все было где-то в других местах. И это с этим не связано, и к истории человечества тоже отношения не имеет. Поэтому никакие проблемы с переменой полюсов вот эти вот катастрофы не вызвали. Зато они вызвали долговременные изменения климата. А вот на долговременных изменениях климата мы сейчас знаем, как спекулируют сторонники антропоенного изменения климата. Это одна вещь, которую разрывают сторонники современной гипотезы длинной, древней, доцивилизационной человеческой истории. Мол, как говорится, давайте все переходить на червяков, лягушек и так далее. То есть, пардон, на червяков вместо мяса перебьем всех коров, а то климат изменится, и нечего будет есть, и все будет ужасно, ужасно, ужасно. Давайте выражаться с выделением углекислого газа. Ну, господа, вы не видели хорошего, серьезного извержения вулканов, вулканические. Крупные вулканические взрывы, типа того же Тамбора или Кракотау, выбрасывают такое количество углекислого газа и прочих морняковых газов, сколько человечеству не выбросить за десятки и сотни лет. Взрывы такие происходили раз в 200-300 лет, достаточно регулярно. Вот после Кракотау давненько, простите, не было серьезного вулканического взрыва. Говорю это с содроганием, потому что понимаю, что земная кора живет и действует, вулканизм никто не отменял, предотвратить его мы не можем, а рано или поздно просто по законам статистики где-нибудь дырванет. Второе, значит, исследование Хэнкока, вот, да, прецессия, все в порядке, египетские пирамиды накладываются на карту созвездия Ариона на определенное время, а три великие пирамиды Газы, вот те самые Хеопса, Хефриена и Микерина, это пояс Ариона. Ну, в пределах три точки треугольника можно растянуть, можно проассоциировать с тремя звездами пояса Ариона, безусловно, посчитать, в какое время это сделать. Даже если я сейчас случайно на столе эти три точки отмечу. Дальше немножечко упрощений программы расчета движений звезд, дальше немножечко это самое, и у меня будет прекрасная модель, что только что пальцем ткнул на 1572 год до нашей эры. Ну, допустим. Но мы знаем, что из-за прецессии, грубо говоря, там сложные астрономические термины, которые сейчас разбирать не буду, тут мне нужна будет альмиллярная сфера, колпак астролога, карта звезд или компьютерная программа, но желающие это все могут легко найти в сети сами, есть так называемые эры. Вот было человечество в эре Водолея, где-то в начале 2000 года, одновременно с миллениумом, мы перешли в астрономическую эру рыб. То есть точка проекции холебания земной оси проецируется не в область созвездия Водолея по эклиптике, вот этим зодиакальным созвездием, а в созвездии рыб. А 20 тысяч лет примерно назад точка проекции была в созвездии Льва. О, говорит Хангкок, отлично. У нас пояс Айона и карта расположения египетских пирамид примерно соответствуют, ой, примерно соответствуют примерно 22 тысячам лет тому назад, 20 тысяч лет до нашей эры. Это значит, что Египет древний, он не ему там сооружением, пирамидам не примерно 5 тысяч лет, а примерно 22 тысячи лет. Зодиакальный лев созвездия Льва, так вот же оно, сфинкс. Вот он сфинкс, вот он лев. Лев это сфинкс, никаких не рыб. Теорема доказана. Древней египетской цивилизации 22 тысячи лет. И одновременно отодвигаются все сходные цивилизации, связанные с Египтом туда же в прошлое. Ну, шумеры и вавилоняне нас довольно мало интересуют с точки зрения политики. А вот Израиль и Израильское царство во имена праотца Авраама, во имена, так сказать, Соломона и Давида, расцвет Израильского царства, он на самом деле не 800-900 лет до нашей эры, а 8-9 тысяч лет до нашей эры. Чтобы там евреи не считали в Библии годов, сколько поколений патриархов, они, конечно, ошибаются. Еврейский народ более древний, но дело не в том, что еврейский народ более древний, а в том, что надо искать ковчег завета. Соответственно, те скайжали, которые дали Моисею, которые на самом деле координаты расположения тайных космодромов. Смотри, Наска, Плато, откуда летали тарелки, на всякие-то самые. Координаты – это таблицы запуска тайного ядерного оружия. Не сторонники Хэнкока, сам Хэнкок, в общем-то, в эту тему не лез, но сторонники и современные фанаты Хэнкока распространяются, что и Атлантиду уничтожили ядерным оружием, и континент Му, придуман на 19 веке, по-моему, Балавадской, уничтожили ядерным оружием, и, конечно же, ядерным оружием уничтожены древние американские цивилизации, которые были до Тальтеков, Альмеков и так далее, в Месо-Америке. Вот, без ядерного оружия, ядерным оружием снесли 3600 лет тому назад, Махенджа-Даро, или 3600 лет до нашей эры, пардон, Махенджа-Даро. Ну, вот только Троянской войне как-то обошлось без ядерного оружия, хотя попытки применять его, конечно, были. Вспомнили загадочный Палладий, который Палладиум крали из Трои Диамет и Одиссей хитроумный у Гомера, ведь, конечно, это не деревянная статуя Афины Паллады, куда, значит, это символ помощи городу и так далее. Это, конечно, последняя оставшаяся у Троянцев боеголовка. После того, как греки ее выкрали, все стало хорошо, и Троя пала, Троянский конь, гигантский, значит, осадная башня или танк, или таран, и дальше все пошло-поехало, всех убили, кого надо. А потом убили и победителей под Трои, чтобы не болтали о ядерном оружии. Это мы уже заехали в другую передачу, но хочу сказать следующее. А раз древний еврейский народ такой древний, то надо искать корни настоящего еврейского народа, потому что в Палестине как-то вот он не получается, значит, все события с Моисеем и Ковчегом Завета завязываются на Африку. В Африке можно и 40 лет бродить по пустыням, уж чего-чего. Пустынь в Африке и на 40 лет хватит, и на 140 лет хватит, и с подлинным Ковчегом Завета, где находится сверхважная для человечества информация. Каково, по мнению Хэнкока, находится сейчас на территории Эфиопии, где когда-то были ему достаточно дружественные режимы Мингиста Хайли-Майяма, потом началась длительная гражданская война, Эфиопия, Иритей, Судан Южный и так далее. В общем-то, отчасти она полыхает до наших дней. Нормальные исследования там невозможны, но ищите, ищите, там найдутся и корни еврейского народа, благо, император Эфиопии считался потомком царя Соломона, царица Савской, лев лев из колена Иудова и потерянные израильские колена и вообще даешь великий Израиль от даже не Нила до Ефрата, как рисуют современные израильские патриоты, а от лунных гор и, так сказать, Эфиопии, а то и до Родезии с Танганика и Зимбабве и до того места, куда фантазия сторонников древних царств хватит найти. Это все Израиль, а все остальное типа, ну, не Израиль. Ну, тут остается сказать следующий шаг, что на самом деле древний израильян Хэнкок этого не говорил, это уже его последователь. Иногда часто бывает, что человек, развив теорию, умерев, сам еще не ожидает, во что превращаются его вполне себе исторические вещи, когда их начинают фанатики притворять в политику. Вот, что сам великий Израиль, это наследник именно древнеегипетской цивилизации, Моисей был законный сын фараона, или законно имел право стать фараоном, будучи женатым на дочери фараона. а мы знаем, что в Египте фараоном можно было стать, только официально женившись на дочери фараона. Там власть мужчины передавалась через брак с женщиной. Почему время они выходили за собственных сестер и так далее, и так далее, и так далее. Вот, ну, в общем-то, чем не конспирологическая теория, которая еще к тому же не опровергается прямыми данными, потому что все можно сказать, а это ледник, он был, он съехал, а это 20 тысяч лет, все следы цивилизации уничтожены, документы не сохранились, папирусов нет, письменность была на каменных скрижалях, скрижали спрятаны в Эфиопии, ищите, ищите, должны там быть. И иногда даже начинаешь думать про этих великих конспирологов, что они даже боятся не когда-нибудь, что не найдут те великие письменные свидетельства, на которые они ссылаются, а боятся они должны быть, что когда эти письменные свидетельства все-таки найдут, и выяснится, что все, что они говорили, является плодом безудержной фантазии. Благодарю за внимание, спасибо. Долгожданное продолжение книги Александра Артамонова «Бесправо на возвращение. Дорога домой». Приобретайте во всех магазинах страны. «Бесправо на возвращение».